Для сотрудников Управления соцзащиты конец мая самая горячая пора. Укомплектовать состав групп для летнего отдыха, информировать родителей о том, кто имеет право на бесплатные путевки. В этом году работы прибавилось. По распоряжению губернатора нужно было отобрать ребятишек с диагнозом ДЦП для поездки в Евпаторию. Все кандидатуры утверждались на междведомственной комиссии, которая состоялась на прошлой неделе в администрации нашего города. В этом году присутствовали представители образования, культуры, здравоохранения, Роспотребнадзор, Фонд социального страхования. То есть очень серьезно отбирались кандидатуры. Главный принцип отбора – не навредить. А потому поехать смогли школьники от 7 до 17 лет, у которых нет противопоказаний по здоровью, психических заболеваний и хронических болезней в стадии обострения. Чтобы дети и перелет смогли перенести, и назначенные процедуры пошли впрок. Кроме того, важно, чтобы у претендентов на поездку не было отказа от пакета соцуслуг. Зато были бы грамоты, медали и дипломы о достижениях в творчестве и спорте. Требования для ребятишек из малообеспеченных семей для отдыха в санатории «Серебро Салаира» менее жесткие. Первая партия – 43 человека, в том числе три ребенка с ограниченными возможностями, отправятся отдыхать уже 1 июня. Те, кто не успел, может попасть во второй сезон. В этом году у нас будет только летнее оздоровление, не круглогодичное, только летнее. Поэтому всех желающих, детских, которые воспитываются в семьях, где доход ниже прожиточного минимума, на сегодня это 7111 рублей, мы просим обращаться к нам с документами. Список документов прежний – справка из детской поликлиники о том, что ребенку показано лечение, копия паспорта одного из родителей, свидетельство о рождении или паспорт ребенка и еще две справки – с места жительства и о доходах всей семьи за последние три месяца. Причем, если вы получаете детское пособие, последний документ не нужен. Все вопросы обращаться в площадь Кирова 13А, это 13 кабинет, либо телефон 276-54.